Всем привет! Вы на канале MarosLive и сегодня покажу, как нужно заполнять вторую не менее важную анкету для рабочей карты заявления о предоставлении зала срочной визы. Данную анкету можете заполнять как на компьютере, так и можете заполнять ручкой. Если будете заполнять ручкой, то нужно писать печатными латинскими буквами в каждой клеточке по отдельности. Итак, приступаем заполнению. Первый пункт ваша фамилия. Указываете вашу фамилию. Второй пункт остальные имена. Ранее используемые фамилии для девушек девичья фамилия, для мужчин фамилия не указывается. Третий пункт ваше имя. В четвертом пункте указываете дату вашего рождения. Пятое место рождения, которое указано в первой странице вашего паспорта. Государство рождения. Код Украина. Украина. И в седьмом пункте тоже современное гражданство ваша Украина. Восьмой пункт ставите галочку вашего пола. То есть мужчина либо женщина. Девятый пункт семейное состояние. Если не женатый, не замужний. Галочка здесь. Женатый замужний. И так дальше. В десятом пункте фамилия вашего отца. Имя. Одиннадцатая фамилия матери. Имя. Дальше. Вид удостоверения личности. Указываете галочку. Это нормальный обычный паспорт. В тринадцатом пункте номер вашего паспорта. Кем выдан. Какой страной. Дата выдачи вашего паспорта. И до какого числа действительный. В следующем пункте вы указываете, если вы живете в другой, чем домашней стране, укажите право на возвращение в страну жительства. Здесь мы ставим галочку нет. В следующем восемнадцатом пункте указываете вашу современную работу в Украине. На данном у нас здесь предоставлено вакансии менеджера. Это ваш работодатель в Украине. В девятнадцатом пункте. Его юридический адрес. И телефон работодателя. В двадцатом пункте указываете работодатель на территории Чешской Республики. Здесь взяты данные по Урреции. В двадцать первом пункте указываете место постоянного долгосрочного проживания за границей. То есть в Украине. Это ваша прописка. Улица и ваш номер дома. Город, в котором вы находитесь. Почтовый индекс. Код государства. И ваш мобильный телефон. Следующий пункт. Двадцать второй. Предыдущий пребывание на территории Чешской Республики дольше, чем три месяца. Заметьте, трехмесячная виза здесь не указывается. Потому что вы на территории Чехии по этим визам пребываете меньше, чем три месяца. В двадцать третьем пункте адрес места пребывания на территории Чешской Республики. Это ваша прописка в Чехии. Улица. Номер дома. Город. Почтовый индекс. И код государства. В двадцать пятом пункте указываем предполагаемое время пребывания. Это семьсот тридцать дней. В следующем пункте указываете ваши визы, предоставленные Чешской Республике за последние три года и срок их действия. Это номер визы и число с какого по какой она была действительна. Двадцать восьмой пункт. Цель пребывания. Ставим галочку Работа. Следующий пункт. Вы едете по рабочему контракту. Указывается он в процессе внесенного. В двадцать девятом пункте. Дата предполагаемого приезда. То есть дата пересечения границы. И следующий пункт. Предварительно до предполагаемое отъезд. До какого числа вы будете работать. В следующем пункте тридцать первом. Место входа на территорию Чешской Республики. Здесь вы указываете через какую страну будете заезжать. Либо это Польша, либо это Словакия, либо Венгрия. Либо другая какая-то из стран. В тридцать втором пункте указываете транспортное средство. В данном случае это автобус. Приглашающее юридическое или физическое лицо. Это данные вашего работодателя, его юридический адрес, город, в котором находится, почтовый индекс и номер телефона. Способ обеспечения оплаты расходов, связанных с пребыванием. Приглашающее юридическое лицо. Здесь ставим такую галочку. В следующем пункте финансовые средства на проживание во время пребывания указываете галочку финансовая наличность и платежные карты. На основании чего, где вы будете проживать, указываете доклад в подтверждении о заистине. Убитовно. Если есть муж или жена, указываете данные мужа и жены. Если есть дети, указываем данные ребенка. Первый ребенок, второй, третий, четвертый. В 38-м пункте указываете адрес прописки в Украине. Улица, номер телефона и ваша электронная почта. Здесь также в улице в 38-м пункте не забудьте указать номер дома. После этого, там где место и дата, ставите город подачи и дата подачи. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.